Виталий Дымарский, собственной персоной. Спасибо большое, что согласились на интервью. Спасибо вам. Я попытался внимательно изучить вашу журналистскую биографию и был буквально поражен. Я сам не спутаюсь. Нет ни одного журналиста, кто прошел бы такой славный, долгий, самое главное, успешный путь в журналистике. Нет ни одного больше журналиста в России, нет такой карьеры, как у вас. Но это вы преувеличиваете? Можно я добавлю буквально? Потому что корреспондент, где-то СОПКОР, спецкор где-то, а потом зам чего-то там вершин. У вас только, у вас и по горизонтали, и по вертикали карьера двигалась. Вот поразительная вещь. Как так вы смогли выстроить взаимоотношения с теми властями, с очень непростыми, что до сих пор ваш рост не останавливался и не смешался? Да, если я правильно понял то, что вы хотите спросить, то я попробую ответить. Потому что у меня до сих пор, значит, иногда даже бывают там люди, которые еще помнят те старые времена, они мне иногда задают вопрос, ну скажи честно, ты сотрудничал там с КГБ? Да, там. Я говорю, ну, честно говорю, что нет. Так сложилось просто. Действительно, так сложилось. Я не могу сказать, я не выстраивал никакую карьеру никогда. Да, я работал, работал. Я понимаю, у меня были какие-то желания. Да, по-моему, я один раз в жизни только попросился. Это было относительно недавно. Там в силу там и семейных причин и так далее. Я уехал в Петербург, и я тогда пришел, там освобождалось место главного редактора, петербургского эха. И я пришел к Лёше, к Алексею Венедиктову. И говорю, Лёше, я говорю, ну, он знал мои семейные обстоятельства, поэтому я говорю, я хочу уехать. Я говорю, давай я поеду туда. Он говорит, доезжай. Вот это единственный раз, когда я попросился куда-то, что называется, да. Потому что остальные разы как-то, остальные все передвижения, они как-то происходили само собой. По поводу выстраивания с теми властями. Слушайте, советская жизнь, я не сторонник ее, чтобы сразу было понятно, но она сложнее, чем представляется сегодня. Да, она такая, я вот особенно с молодежью говорю, я преподаю еще плюс ко всему. Когда она стала историей, то она такая, знаете, как восприятие черно-белое, хорошее-плохое. Много серого в прямом переносном смысле, много нюансов, да. Вот мы недавно, есть такой замечательный политолог, я бы даже его назвал философом. К сожалению, он не может жить в России, он живет в Лондоне. Такой Владимир Пастухов, он довольно часто выступает на московском МЭХе. Вот мы с ним там недавно говорили как раз по поводу возможной программы о советской жизни, да, сделать с ним. Он очень этого хочет, он мне предложил, ну вот не знаю, получится, не получится, но мне понравилось там его. Он говорит, давайте покажем, вот я повторю, это не моя формула, да, что жизнь была и на обратной стороне Луны. Да, мы жили как-то, да, мы жили, мы же, во-первых, нам особенно нечем было сравнить. Я, может быть, не очень удачно и не очень приятно сравнение проведу. Я помню, как я два раза был в Северной Корее, в Пхеньяне. И, конечно, это все производит ужасное впечатление, но и в то же время мы видели там радостные лица, да, люди улыбаются, люди живут все равно. Когда люди живут, а тем более, когда им не с чем сравнивать, то они довольствуются тем, что есть, теми маленькими радостями, которые у них есть. Я не могу сказать, что мои радости были маленькими, у меня была вполне действительно успешная жизнь, и я не могу пожаловаться. Я даже, у меня там многие уговаривают написать мемуары, у меня все никак, может быть, и надо, не знаю, не соберусь никак. Вот, но я когда сам смотрю на свою эту жизнь, я себя ощущаю, ну, то, что называется, везунчиком, да. Ну, вот, да, где-то везло, где-то так бывает в этой жизни. И, может быть, не всегда заслуженно, я тоже это признаю, я довольно достаточно самокритичен. Ну, обычно руководитель газеты, радиостанции, телеканала, но вот там из-за хороших связей наверху, не знаю из-за чего, там, его назначают несколько лет, бах, и человек пропадает, его нет. А вот, может быть, вы скажете, в чем секрет журналистского успеха? Вот, например, мне это было бы очень интересно. Ну, я не знаю, ну, я, подождите, ну, когда я, собственно говоря, главным редактором, я два раза в жизни был, да, вот этого питерского эха и журнала «Дилетант», да, достаточно успешного, неожиданно успешного, потому что нам все говорили, что вы с ума сошли бумажный журнал делать в наше время, это, у нас журнал, бумажный журнал оказался успешнее с сайта. Вот, ну, дело не в этом, да, я был два раза, но я при этом не бросал просто, что называется, текущие журналистики, актуальные, да, у меня продолжают выходить программы на «Эхо Москвы», у меня продолжают проходить программы на «Эхо Петербурге», хотя я там ушел уже из главных редакторов. На «РТВА». У меня на «РТВА» проект телевизионный, который тоже родился, в общем-то, благодаря журналу. Программа называется тоже «Дилетант» на «РТВА». Я вот не помню точно, как то ли «Дилетант», то ли «Дилетант ты». Вы с 99-го по 2000-й год были главным редактором, главной редакцией общественно-политических программ ТВ-центра. Ой, был, да, вот это... А тогда же был Олег Максимович Попцов. Да. А что ему не понравилось? Подожди, нет, там была совсем другая история. Я вообще не успел даже почувствовать, что я там был главным редактором этой общественно-политической... Вообще, я... Нехорошо это говорить перед телевизионными камерами. Я вообще в телевидении мало чего понимаю. Я сесть поговорить, это я могу, а дальше я... Те два месяца, которые я просидел на этом посту, в «Давившемся», я никак не мог понять, почему программа выходит в эфир. Я вам скажу больше, кто занимал эти должности, это очень уважаемые люди, но они мало понимали в телевидении. Вот после вас точно. Ну, может быть, я не знаю. Очень хорошие, очень уважаемые, крутые парни, но они ничего не понимают. Там была другая история. Я работал во Франции с Абхором Реа Новости. В течение восьми лет, да? Ну, почти, да. С 92-го по 99-й, 70-50. 70-50. Да, и позвонил мне в 99-й год это был, и мне позвонил из Москвы Сережа Корзун, если вы помните. Да, конечно, тоже с «Эхо Москвы». Да, с «Эхо Москвы», он первый главный редактор «Эхо Москвы», так считается одним из отцов-основателей «Эхо Москвы». Он мне позвонил туда, в Париж, и говорит, вот я иду, мне предложили сейчас на ТВЦ, там сейчас новую команду набирают. Там в 99-м году были выборы осенью. И ТВЦ – это телеканал московской мэрии. И Лужков, значит, решил там обновить всю команду. Ну, и тогда к нему пришел тоже на очень короткий срок работа Сережа Истаржемский, бывший пресс-секретарь Ельцина. На ТВЦ пришел еще один Сережа Лисовский, знаменитый, тоже достаточно известная личность. И они начали набирать новую команду, такую, чтобы сделать современное телевидение. Пришел вот Сергей Корзун, не помню кем, и он мне предложил вот это. Я долго сомневался, я думаю, ехать, не ехать, я телевидение не очень хорошо знаю. Но меня здесь вот и Сергей, и все три Сергея. Но из этих трех я только Лисовского не знал. С Сергеем Истаржемским у нас, мы с ним такие друзья, семейные друзья с давних времен, еще с Праги. Мы в Праге там вместе работали, в 70-е, 80-е уже годы. Вот, и я долго сомневался, идти ехать, не ехать. И тогдашний руководитель РИА Новости, с которым я посоветовался, чтобы меня никто не выгонял из Парижа. Вот, он говорит, ну смотри, он говорит, это, кстати говоря, к вашему вопросу по поводу того, что корреспонденты, нет, нет, что корреспонденты вот там, а потом они куда-то пропадают, да. Он говорит, смотри, он говорит, ты вернешься после Парижа, замечательно, все Париж, но ты вернешься, что я тебе смогу предложить? Ну будешь корреспондентом. Когда тебе предлагают там быть главным редактором, пусть и главной редакцией, непонятно, он говорит, ты уже становишься, значит, такой медийной номенклатурой, что ли, да. Ну я что-то поразмыслил, в общем-то мне уже поднадоелось, 7,5 лет довольно много, я не могу сказать, что это были прекрасные годы, но довольно очень, очень даже, я бы сказал, напряженные. Когда ты один работаешь на агентство информационное, еще на всякие другие средства массовой информации, это тяжело. И по всей Европе ведь гоняли, не только. Ну нет, не очень много, я гонял скорее в туристических целях, вот, а так нет, у меня моя зона ответственности была Франция, вот, ну иногда там мне предлагали, там куда-то переехали в Бельгию, там какие-то когда-то события, там Ельцин приезжал, вот, и тогда вот мы с семьей решились на этот переезд. Итог. Пока я собрался, пока я, я в октябре приехал, по-моему, в октябре я вышел на ТВЦ, в тот день, когда я выходил, Сережа Корзун уволился оттуда. Потом были выборы в декабре, если я не ошибаюсь, где Лужков ничего не набрал того, чего он хотел набрать, всю эту команду разогнали, и я в январе уже оттуда ушел. Так что это было очень недолго. И вы пожалели потом об этом? А? Пожалели? Нет. И вы пошли к корреспондентам в РИА? Нет, нет, я не в корреспондентам в РИА пошел, нет, нет. Я действительно стал, видимо, я сейчас забыл еще об одной должности, она была тоже очень короткая, ну, там другие соображения были. Мне тогда, в январе, мне предложили сразу, когда я уходил, мне сразу предложили быть генеральным директором, там не было разделения директора и главный редактор, Радио России. Радио России – это государственное радио. На яме. ВГТРК, на яме, это ВГТРК. Яма – это улица Янского поля. Да, 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 так и называлось. Улица Правды между Белорусской и Савеловской. И я пришел тогда, меня предложил этот пост Михаил Швыдкой, который выглавлял ВГТРК. Ну, меня, видимо, везет. Я, значит, сказал, да, конечно, мне действительно было интересно, в радио я больше разбирался. Хотя тоже никогда не работал до этого. Только так, из Парижа для ЭХА. Вот, тем не менее, здесь я больше понимал. Я согласился, вышел на работу в январе. Мы вдвоем вышли с Рафом Шахировым, если помните. Тоже помним. Вот Раф стал главным редактором Вестей в ВГТРК, а я, значит, радио России. Мы оба ужаснулись в состоянии дел. Но, и, собственно говоря, в январе, и в январе же, через две недели после моего прихода, ушел Швыдкой. И пришел Олег Добродеев. И вообще настали другие времена. Наставали другие времена. Это уже чувствовалось. И через полгода я ушел уже, потому что ушел. Доренко, кстати говоря, про него много рассказывал. А вы были знакомы с Доренко? Да, с Сережей очень хорошо. Я много с кем был знаком, потому что за сколько-то лет в журналистике, я, конечно, так или иначе, мы все пересекаемся. А что вы хотите еще сделать? Вот что в планах там на ближайшие, ну, не знаю, несколько лет, по крайней мере? На ближайшие 50 лет, я понял, да. Ну, во-первых, выжить. Не знаю, что я хочу делать. Пока меня вполне устраивает. Это меня даже не устраивает. Нет, не могу сказать, что меня это устраивает. Мне многовато, пожалуй. Я бы кое-что отказался, если честно. Но еще же есть жизнь, еще надо зарабатывать там и так далее. Это тоже от этого никуда не уйти. Поэтому, что бы я хотел, мне очень нравится работа с журналом. Здесь я, во-первых, понимаю, я знаю, что такое набор, я знаю, как, что так. Ну, в общем, все журналы. Чем-то о кегель от интерлинеяжа отличается. Да, абсолютно правильно, что такое лид, что такое якорь там, ну, и так далее, и так далее. Журнальное дело я более-менее хорошо знаю. Я с удовольствием это делаю. У нас замечательная команда. У нас прекрасная совершенно команда. У меня суперпрофессиональный зам. Вероника Куцила. Лауреатка каких-то международных премий в 90-е годы. Одна из ведущих журналистов в 90-е годы. Журнала «Газета Коммерсант» и журнала «Власть». Так что это здесь я ничего не хочу другого. Я только хочу, чтобы он выжил и жил. Вы сказали, что надо написать мемуары. Ну, мемуары, да, они у меня где-то так. По главам прямо, как в Википедии написано, вот прямо глава там. Ну, я даже, больше слова я вам скажу. Я сделал первый шаг. Я составил план. Он оказался вот таким. Я думаю, а кому это интересно вообще читать будет? Всем журналистам. Слушайте, смотри, о чем писать. Я не хочу писать о журналистике. Я не теоретик журналистики. А жизнь в журналистике? Вот, а можно я приведу пример? Потому что у меня жизнь в журналистике получается с самого начала, поскольку я родился в семье журналистов. Журналистов на вашем месте, ну, буквально недавно сидела Анна Мангайт с «Дождя». Да. Она креативный продюсер. Дочка Лошака. И вот она нам рассказывала про свою карьеру, и она вскользь упомянула причину ухода с НТВ. Она обиделась на Миткова, а Миткова вот как-то не очень правильно повела себя, может быть, по отношению к ней. Глава, глава. Она говорит, я никогда об этом не говорила, но вот мы говорим, а какая истинная причина? Она говорит, ну, как бы были две причины. Вот истина она нам рассказала. И нам это показалось крайне любопытным, потому что те люди, которые там связывают свою жизнь с факультетом журналистики Московского университета, с любыми журфаками ведущих университетов в Москве, с педагогическими вузами, с винишкой. Сейчас же в любом университете есть, даже, по-моему, не совсем гуманитарно, есть обязательно кафедра журналистики или факультета. Ну, кафедра. Это будет интересно всем. Это будет интересно всем, по сути. Нашему поколению и нашему. Ну, мы чуть помоложе. И всем остальным, потому что можно прочитать и научиться правильно жить. Да, но там должны быть тогда, мне кажется, какие-то ответы на вопросы. И чтобы молодежь для этого какой-то урок для себя извлекла. Например, почему вы так поступили, почему вы вот таким образом... Кстати говоря, а почему вы все-таки уехали из Франции? Это не совсем аргумент, что надоело. Там денег больше предложили? Или вот какая причина была? Нет, слушайте, о деньгах вообще разговора не было, потому что деньги были примерно одинаковые. И они были очень небольшие. В 90-е годы не было больших денег. Ну, 90-е, 99-е это разные вещи. В 90-е, я говорю, в годы не было больших денег. В любом случае, я как корреспондент, вот этот самый там завбюро, как это называлось там во Франции, но у меня, по-моему... Ну, правда, там было многое у меня оплачивалось, там квартира и так далее, но моя зарплата была, я даже могу ее сказать, в переводе на более значимые для нас денежные знаки, это было, по-моему, тысячу долларов. Там ничего особенного не было. Это было безумно интересно. Я там не бедствовал абсолютно, да? Я даже там мог по ресторанам ходить, хотя больше во Франции они не такие дорогие. Вот, в Москве дороже. Но нет, это не деньги были. Это было вот соображение, которое со мной поделился Алексей Волин, он тогда возглавлял РИА Новости. Он потом был там замминистра у нас в связи, по-моему. Он говорит, смотри, такой, говорит, не часто предлагают, в этом смысле, вот такую единичную должность. Не быть корреспондентом среди других корреспондентов, а быть все-таки главным редактором. И он оказался в этом смысле прав, потому что потом все-таки там я был генеральным директором, потом зам главного редактора в газете, ну и так далее и тому подобное. А российская газета была после радио? После радио. Я ушел от, да, когда я ушел от Добродеева, я ушел в российскую газету. Но там пройти-то метров сто. Это правда, да. Но расстояние в профессиональное было больше. Насколько? Намного, потому что тогда в российскую газету пришел Владик Владислав Фронин переделывать российскую газету. Все очень интересно переделывать из старого в новое. И он начал переделывать, там большая команда была из старой комсомолки, и российская газета стала газетой. Это безусловно. То, что потом, позже произошло, мы были совершенно откровенны все друг с другом. Даже когда я ушел из российской газеты, я продолжал быть там колумнистом. И я перестал быть колумнистом после разговора с главным редактором, когда мы оба поняли, что мы... Я шел на определенные компромиссы. Я понимал, в какую я газету пишу, да. Но когда с моей стороны и со стороны газеты уже компромиссы были дальше невозможны. Мы это оба понимали, и мы расстались по-дружески, и, собственно говоря, до сих пор нормально в хороших отношениях. И с ним, и со многими там, и с замами, и так далее. Но ведь российская газета — это уникальное издание. Может быть, не все зрители знают об этом? Это издание правительства Российской Федерации. Оно уникальное в том смысле, что оно помимо одной очень важной функции — это публикация официальных документов, с момента публикации, извините за тавтологию которых, они вступают в силу. Да, да. То есть, ну, простым языком, закон после того, как его опубликовала российская газета, именно с этого момента... В 10 дней, по-моему, да, он вступает в силу? Там по-разному. Там каждый закон имеет свою... Там у нас целый отдел на этом работал, я сейчас скажу, не очень в курсе. То есть, после того, как закон подписывает президент, его опубликуют в российской газете, и с этого момента он вступает в закон в силу? Он вступает в силу, да. Из-за этого всегда была одна проблема. Очень многие законы, как вы знаете, вступают в силу с 1 января. Поэтому у нас там несчастный этот отдел 31 декабря должен был всегда работать чуть ли не до 12 ночи, чтобы все это опубликовать, и чтобы с 1 числа этот закон вступил в силу. Но это одна часть газеты. А вторая часть, она была газетой. Она, конечно, понятна, что она правительственная, и, соответственно, идеологически она не могла быть оппозиционной, но то, что я позволял себе, во всяком случае, в своей колонке, она могла быть критической. Но, кстати говоря, около здания, там шикарное здание, там вообще целый городок. То есть, это бывшее здание газеты «Правда». Да, там до сих пор стоят стеклянные стенды, на которые каждое утро прикрепляют свежую газету. Я сам прохожу, иногда смотрю там что-то. Да, это с советских времен там еще осталось. Ну, мы их заменили, конечно, но это то, помню. Не, они там модные и современные сейчас такие, но без бетона и стекла. Ну, да, конечно. Сейчас, по-моему, перестали вообще уже газеты. Просто, во-первых, перестали читать газеты. Значит, если даже их читают, то где-то, по-моему, в интернете. И, конечно, это уникальное. Только это вообще перестали. Раньше по всему городу было. И правда весело. Я это помню. И правда, и советский спор. По поводу RTVI. Ну. Как вы попали на RTVI? Случайно. Почему вы имеете в виду этот канал? Все случайно в этой жизни. В этой жизни, ну, даже в связи. Когда я говорю связи, мы подумали, что это блат какой-то. Никого блата там не было. Меня нашел замечательный журналист. Мы с ним очень хорошие отношения. До сих пор, собственно. Леша Алексея Пивоварова. Который тогда вот, ему тоже он пришел на RTVI что-то там переделывать. Мы же все время, нас все время куда-то такое, что-то переделывать. Все хотят лучше. Ну, это правильно, слава богу. Вот. И когда он пришел туда, денег мало, а хочется переделать. Вот мы с ним встретились. Он говорит, а давай, вот у вас была программа на дожде. А давай ее опять сделаем. Нам контент, те же соображения. Нам контент, вам продвижение журнала. Я говорю, давай. Вот так, собственно говоря. Потом он ушел, программа осталась. Программа вроде, как мне говорят, я не очень хорошо понимаю. Еще раз повторю, в телевидении. Там для меня она простая, как мы с вами вот так вот сели. Там я, правда, напротив. Я сажусь и говорю, так же, как на радио. Поэтому для меня большой разницы между радио и телевидением. Для меня нет. Если меня что-нибудь потребует телевизионное, там мне, сейчас там Сергей Шнуров, генеральный продюсер. Вот что-то меня на Сергеев везет, на Алексеев. Он мне говорит, давай, говорит, сделай. Что ты мне предлагал, фильмы делать? Я говорю, я не умею, я не буду фильмы делать. Про Львов. Можно? Про Львов можно, но очень мало, потому что меня оттуда увезли в возрасте одного года. А, понятно. Понятно. Увезли куда? В Москву. А можно тогда про родителей? Да. Можно про детство? Ну да, с удовольствием. Это, я не знаю, вот это нужно включать мемуары для журналистов или нет? Отец, Наум Александрович Дымарский, ну, потом уже, конечно, известный журналист телевизионный, спортивный комментатор. Вот, а тогда, в 47-м году, когда я родился, он был, он тоже, он был журналистом, но пишущим. И он был первым сапкором комсомольской правды по западным областям Украины, это так называлось. Ну, после войны, да? Западные области Украины, если вы помните, они же отошли к Советскому Союзу в результате пакта, этого, секретных протоколов, пакта Молотова-Либбентропа. Ну, они отошли, потом война, и потом они, в общем, там, там, как бы, советская власть не сильно устоялась еще, да? Вот, и потом война закончилась в 45-м году, то есть это время было такое напряженное. Во всяком случае, тут очень многие убежали, много евреев, кстати, убежало, уехало оттуда. Вообще, там, это отдельная история, она не связана никак с семьей, но, там, львовские, судьба львовян, поляков, евреев, она очень тяжелая. Там, Львов же был когда-то польским городом. Вот, и так отец попал во Львов, собственно говоря, да? Вообще, он киевлянин, до этого он работал в Киеве, до войны, работал в театре Ивана Франко, заведующей литературной частью, там, Корнечук тогда такой знаменитый писатель был. Вот, короче говоря, и, ну, вот, а женился он на маме, мама тоже с Украины, но она была уже москвичкой вместе с родителями. Так что, так как родился, так меня оттуда и через год, после того, как отец оттуда уехал, ну, естественно, уехала вся семья. А познакомились с родителями в Москве? Родители в Москве познакомились, вместе туда уехали, да. Дед у меня был тоже такая знаменитая. Дед, это отец отца? Отец отца, да, он замечательный был. Очень интересная история, чисто еврейская. Он был очень известным таким импресарио. Он работал с Собиновым и так далее. А потом он в 20-каком-то году, чуть ли не в 20-м, по-моему, потому что отец у меня родился в 21-м. Сейчас вот только что исполнилось быть 100 лет. Отец родился в 21-м. По-моему, в 20-м году дед организовал в Харькове первый, как он называется, стационарный еврейский театр. И привез в Советский Союз, но вы люди еще молодые, вы, наверное, еще даже этих имен не знаете, а я тогда еще успел их услышать, значит, знаменитых еврейских актрис. Клару Юнг, потом такая была у него там Си-деталь и так далее. Такие были звезды еврейского театра музыкального. И вот он, собственно, этим занимался, как я по этому, потому что отец был в командировке во Львове, родился во Львове, поэтому мой отец, киевлянин, родился в Харькове, потому что его отец, мой дед, в это время работал в Харькове и открывал вот этот еврейский театр. Но вы также, по сути, москвич, который родился во Львове. В общем, я москвич, конечно, я себя чувствую абсолютно москвичом, хотя последние пять лет живу в Петербурге. А в каком районе вы жили, когда приехали? Где? Родители, в Москву. Ой, в Москве мы много где жили. Первый был, ну я совсем, это я, из того, что я помню, давайте так это, да, Сивцев-Вражек. После Сивцева-Вражка был, 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 улица Огарева, это сейчас газетный переулок, по-моему, это между Никицкой и Тверской. Даже помню, дом 3, квартира 33. Потом, после этого, жили на Садовом кольце, угол Садово-Сухово, Садово-Сухово, по-моему, Ипи. Она тогда называлась 4-я Мещанская, потому что было 4 Мещанских. А сейчас она просто называется Мещанская улица, потому что все 3 остальные переименовали. Первая Мещанская стала проспектом Мира. Потом я всегда путаю, там одна улица Щепкина, одна, они вот так вот прямо идут. 4 Мещанская самая маленькая наша. И такой старый дом, хороший дом, на пятом этаже, без лифта, с балконом на Садовое кольцо. Мы жили, там я уже в школу ходил. А где-то Борис Грачевский жил на этих улицах? Может быть. У нас были окна в окно, через 4-ю Мещанскую. И отец, я помню, когда он брился утром, там электробритвы у окна, они всегда друг друга приветствовали с Марком Бернесом. Круто. А в какой школе вы учились? Я учился сначала в какой-то, я уже, как не помню, 235, а как раз на 4-й Мещанскую, там, она чуть-чуть дальше была. Вместе учился, кстати, с дочерью Михаила Ботвинника. Ольга Ботвинник там училась у нас. А потом произошла вещь, которая, в общем, повлияла на всю мою жизнь, конечно. Я тогда это не понимал. Отец был, как я вам говорил, спортивный комментатор. И, значит, наш великий и знаменитый Вадим Святославович Синявский, Вадим Синявский, в один прекрасный день сказал отцу, он говорит, слушай, говорит, а здесь вот я своего, это Юра Синявский, это его сын, вот, он говорит, я своего отдал. Здесь я узнал, здесь открыли школу, специальную школу, французскую. Говорит, отдай, а чего тебе своего не отдать туда, типа? Дедушка говорит, а кто его туда возьмет? Потому что тогда, как-то там непонятно. С одной стороны, был как-то районный был, микрорайон, под который мы не попадали. Она была в Марьиной Роще, школа, не так далеко, в общем. А с другой стороны, там, как-то все проникали туда. Это были первые три специальные школы в Москве тогда открылись, спецшколы языковые. Первая английская, вторая французская, третья немецкая. Почему-то особой популярностью пользовалась французская, как, не знаю, ну, Франция для России всегда была, Франция, Париж. Я отвлекусь, потому что когда я работал в Париже в девяностые годы, я первые годы, я стеснялся говорить, что я же работаю в Париже. Мне казалось, это такой вызов для всех, это вообще что-то такое. Вот, так я попал вот в эту французскую знаменитую вторую, вторую спецшколу имени Ромэна Ролана, вот, которая довольно, недовольна, она очень известная в Москве. Многие ее заканчивали, вот, с кем мы недавно вспоминали, с Андреем Смирновым, знаете, кинорежиссер. Он, правда, старше меня там намного, но тоже вспоминали. Отец Дуни Смирновой. Отец Дуни Смирновой, да. Саша Адыбашьян, много людей, много хороших людей заканчивали эту школу. Вот, так я попал в эту школу, собственно говоря, они пришли, и да, и тогда я помню, и Синявский говорит, давай я с тобой пойду, сказал он отцу, и они вдвоем пошли в эту школу, как рассказывал отец, говорит, там, значит, Завыч очень обрадовался, увидев Синявского, говорит, они его никак не могли, значит, вот заполучить школу, как обычно, знаете, как родители вызывают, они не ходят. Вот он говорит, ну, наконец-то, говорит, вы пришли. Он говорит, нет, нет, я говорю, про Юру ни слова. Говорит, вот мне нужно, говорит, мой коллега. Я там начал что-то такое всякое говорить. А когда вы почувствовали, что вы еврейский ребенок? Может быть, кто-то в песочнице во дворе сказал... Я понимал, что мы дойдем до этого разговора. Я вам хочу сказать, я это, с одной стороны, понимал, но, с другой стороны, я всегда говорю про себя, что я плохой еврей, в том смысле, что я своего еврея не сильно не очень чувствовал. Это все-таки результат, я думаю, такой советской жизни и советского воспитания. Потому что, откровенно говоря, так по большому счету, конечно, все бывало в этой жизни, но, откровенно говоря, по большому счету, никакого такого антисемитизма на себе я не испытал. Даже вот в той же карьере и так далее. Мне, может быть, мешало, я не знаю. Мы же не все знаем про себя, да? Я не знаю, что там в КГБ, ФСБ, там, какое досе на меня лежит. Он лежит наверняка. Легит, радист, не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Но, может быть, где-то и мешало. А вы себя ощущаете больше евреем сейчас, чем тогда? Нет, к сожалению. На имобе, к сожалению. Вы помните, когда вы первый раз в синагогу пришли? Извините, помню очень хорошо. Расскажите. Я в синагогу пришел. Извините, что это было даже очень смешно. Мы заканчивали школу. Это очень хорошо помнил. У нас был... После десятого класса, у нас тогда в советской школе ввели какое-то профессиональное обучение. И у нас был класс, специализация, библиотекарь. Нас послали, поскольку мы французская школа и специалист библиотекарь, нас поправили в библиотеку иностранной литературы, которая сейчас находится у Котянической набережной, там, да, у самого большого, новое здание. А старое здание было на улице Разина. На улице Разина, не представляете себе, где это? Ну, примерно. Да? Это около Красной площади, там, нет, декорно. И поскольку я был самый молодой, то что там делают с нами? Посылают за чем-нибудь. То завод. Ну, заводка не посылали, потому что там женщины в основном работали, такие интеллигентные. Посылали за едой, там, за чем-то и так далее. И один раз меня послали за арбузом, как сейчас помню. И был дикий дождь. В страшной дождь меня послали за арбузом. А я был в таком плаще Болонья. И я дошел по улице Разина до Солянки. Понятно, да? Тогда, как сейчас, не продавали на каждом углу их арбузы. Я дошел до Солянки. Где-то там, в тех краях, недалеко от синагоги, продавали эти арбузы несчастные. И я купил арбуз. И в это время увидел много людей. Это было испытание. Потому что было в это время много людей. Я увижу синагогу. Я думаю, если в жизни не было синагоги, мне надо туда зайти. Мне, во-первых, сказали, что нужно шапочка. Мне сказали. Слава богу, у меня была в Болонье такая шапочка. И я на себя, значит, надел. И с арбузом это очень тяжело. И с арбузом под рукой, значит, под мышкой я зашел в синагогу. Так я впервые попал в синагогу. Мне было очень интересно. Потом, мне очень нравилось в Праге, когда я работал в Праге, там большой такой еврейский район, еврейский квартал в Праге со старинной синагогой и старинным еврейским кладбищем. Это невероятно красиво, невероятно трогательно. Но могу рассказать юмористический эпизод, с этим связанный. В Праге я работал, был такой журнал «Проблемы мира и социализма». О нем можно много чего рассказывать. Это в 80-е годы? В 80-е годы. Я работал там с 73-го по 83-е. 10 лет. Это очень интересный опыт по многим причинам. Но дело не в этом. Там публика самая разношерстная работала. От либералов, чуть ли не диссидентов, до таких матерых марксистов-лененцев. И вот один такой матерый марксист-ленец. А время от времени, поскольку штат-журнал был очень большой. Милые чехи раз в полгода там где-то примерно устраивали экскурсию по городу для вновь прибывших сотрудников. Там довольно большая была ротация. Ну и, значит, они посадили и железобетонный марксист-ленец, даже помню его имя и фамилия. Это не трудно было запомнить. Петя Петров. Его посадили в этот автобус вместе с другими и повезли по городу. Когда доехали до еврейского квартала, то агит была Чешка. Она начала говорить, что это жидовские кладбища. Жидовские там что-то еще. Петя, как истинный интернационалист, решил возбудиться. Он говорит, почему вы говорите жидовские? Что это такое вообще? Тогда Чешка говорит, вы меня извините, но да, но просто по-чешски, кстати, не только по-чешски, еще и по-польски, да, но по-чешски еврей будет жид, поэтому. Он говорит, да, как интересно, а как же тогда будет жид? Так, значит, советские люди воспринимали иностранные языки. Ну, так. Так что, вот так я, первое, значит, вот в синагоге, там я бывал, ну, потом я бывал, и в Америке был. Можно я задам вопрос один? Ну, я туда ходил, надо только понимать, я не верующий. Можно вам задать вопрос личный, он будет для вас немножко, ну, я не хочу, чтобы он был болезненным, но тем не менее. Нет, он совершенно не болезненный, ничего не было. А для еврея важно иметь еврейскую жену? Наверное, не знаю. Ну, вот как вы думаете, да? Я не знаю, но для меня нет. У меня первая жена умершая была на половину еврейка, на двоюродная сестра Андрея Макаревича. Как и Андрей, кстати говоря, на половину еврейка. Вот, а нынешняя вообще абсолютно нет. Я не знаю, для меня нет. Если для кого-то важно, но я не могу решать за других. Хорошо, я поверну вопрос. Еврею важны, чтобы его дети были евреями? У меня свободный выбор. Я либерал до мозга костей. У меня у обоих моих детей есть и жальское гражданство, я могу сказать так. Но у сына, у сына жена не еврейка. Я когда-то сказал публично. Многие на меня, наверное, обиделись, я так думаю. Я вообще не понимаю... Смотрите, французский еврей, он француз. Американский еврей, он американец. Я не обижусь, если меня будут называть русским. Русским не по крови, безусловно. А национальность, мне кажется, в большей степени определяется по культуре. Я, конечно, и я думаю, что все, кто живет в этой стране, в России, мы все-таки люди русской культуры. Она там вбирает в себя, это можно так долго говорить, там то, сё, пятое, десятое. Но если по культуре, то мы русские, как французские евреи, французы, как, я не знаю, немецкие евреи, которые есть, немцы, ну и так далее и тому подобное. Как, я же в Израиле вижу, да, приезжающих там африканских евреев из Африки. Фолосмура. А? Фолосмура. Да. Но они по культуре, они же, они... Африканцы. А? Африканцы. Африканцы, конечно. Потому что, когда вы говорите еврей, я так подозреваю, вы имеете в виду вот нас здесь сидячих, вот таких, похожих на себя. А евреи совершенно разные, да? И в этом ценность еврейская. Да. Нет, безусловно, это ценность, безусловно, но это разность, она в разности культур. Да, абсолютно верно. Даже языков еврейских, вот в этих этносах, в этих этнических группах, больше десятка, больше, чем пальцев на двух руках. Да, ну, есть основной, если еврит. Можно по... Да, абсолютно. Лошон Акодыш, это основной, это безусловно, еврей. Идиш. Кстати, в Америке живут и в Ярусалиме живут евреи, которые разговаривают между собой только на идиш. Ну, я понимаю. Слушайте, в Израиле живут евреи, которые разговаривают между собой только по-русски. Да, знаете, и не по-русски. Абсолютно. Как вы относитесь к теории жизненного задания? Вы, ну, сравнительно молодой мужчина. Ну, я бы не назвал преклонного возраста, у меня просто язык бы не повернулся. Зря. С красивыми зубами, с яркими, с красивыми глазами, модно одетый, там, с модными гаджетами. Вы говорите, а у вас глаза улыбались. Да. Ну, по-моему, это потому, что у вас прочно, у вас жизненное задание, в которое вас, ну, не без помощи Всевышнего, конечно, в вас вложила ваша жизнь. То есть, у вас, вы не можете отказаться и остановиться, уйти на покой куда-то. Кстати, следующий будет вопрос, какая страна самая лучшая в мире, где можно жить. Вот. В теории жизненного задания, как вы относитесь? Не знаю. Я не знаю, что это такое, честно вам скажу. Я не понимаю. Может быть, оно есть, может, его нет. Я вообще, у меня отношения с небесами, ну, не как простые, у всех простые, да, нет, это то, что называется агностик, да, я не знаю. Я не знаю, я не атеист воинствующий, но я и не воинствующий верующий, который, там, оскорбляется при каких-то, там, Да, можно еще один личный вопрос? Поэтому я, извините, поэтому я все-таки закончу. Поэтому я не знаю, да, я не исключаю наличие Всевышнего, но я в своей жизни, я не могу, я не могу это делать, как бы сказать, не то чтобы часть своей жизни, а часть этого жизненного вашего задания, да, то есть я не знаю, почему я должен этому довериться, если я этого не знаю, как и наоборот тоже, да. А вы помните свой последний разговор с отцом, серьезный? А что такое серьезный разговор? Когда он вам говорил, поступай так, не поступай. Я думаю, что самый серьезный разговор с отцом, его, вернее, так, разговор со мной, это была его жизнь, потому что мне кажется очень часто, когда я думаю о себе и о своей жизни, что я во многом его повторяю во многих жизненных ситуациях, я понимаю, что я поступаю не потому, что я это делаю осознанно, да. У вас есть очень хороший шанс, очень хороший шанс. Моя дочь сейчас заканчивает четвертый класс в Бутовской школе, и в пятый класс, я хочу ее перевести в Синюю Птицу, это прям пять минут Бутова, все эти три района, когда я это захочу сделать, пойдемте со мной к директору этой школы, и вы тогда точно повторите отца. А он не говорил вам, Виталичка, вот если ты станешь журналистом, я тебе там помогу, подскажу, тебя направлю, то есть ты не будешь, это ваше решение было? Это было мое решение, совершенно неожиданное, я не заканчивал журналистский факультет, я заканчивал ИНЯС. Ну это то же самое, практически это работа со словом, с языком, в любом случае. Нет, в том-то все и дело, именно из-за этого я и поменял профессию. И я в ту же Прагу, вот в этот журнал, я приехал с переводчиком, с французским языком. Я был, наверное, неплохим переводчиком, я даже синхронно занимался переводом. Но поскольку я попал в журнал, то в какой-то момент я почувствовал свою вторичность. Я думаю, эти пишут, ребята, журналисты сидят. А вы как обслуживающий персонал переводите? Мне же самому есть что сказать. Ой, в ой. А я должен чужие мысли перекладывать на французский язык или с французского на русский, это не важно, да? Вот, как другие переводчики, собственно говоря. И, кстати, вот это меня подстегнуло. Отец даже не знал, что я принял такое решение. Отец... Вообще, родители принимали, вот в моей уже профессиональной жизни, я не знаю, почему так получилось. Многие подозревают, что отец мне очень сильно помогал, потому что он был человек популярный, безусловно. Но я не хочу сказать, может быть, где-то фамилия играла какую-то свою роль. Может быть, я не знаю. Тем более фамилия редкая, понятно кто-то и что-то. Но тогда спортивные комментаторы были как космонавты, как небожители. Да, там дядя Коля Озеров, как я его звал, он друг семьи был. Он просто там, он мог все. Он мог все, он мог... Ну, тогда это нужно было, да? Потому что тогда связи, так называемые, все решали. Ну, телефонные... Они все равно были примами все, абсолютно. И актеры, и комментаторы. Звонок дяде Коле, там, положить в больницу, там, и так далее. Ну, кстати, Озеров невероятно всем помогал, там, и так далее, если бы все мог. Вот. И я не могу сказать, что отец там с мамой, тем более мама вообще была ни при чем во всех этих делах, что он сильно как-то влиял на мои эти... У меня очень много, действительно, реально у меня было очень много случайностей. Ну, например? Ну, я вам скажу. Меня выгнали из института. Серьезно? Да. Из первого вуза? А? Из первого? Из педагогического? Из первого и последнего, а? Из инъяза. Из инъяза. По смешной там причине. Меня перепутали с другим студентом. Даже помню его фамилию. Дымской. Он там что-то понаделал где-то там. В советские времена там все по-другому было. Он там что-то понаделал где-то в общежитии. И, в общем, испорченный телефон и приказ об моем отчислении. Нет, даже не приказ об моем отчислении. Там было по-другому. Мне начали ставить двойки на французском. На свете. Ну, и я пересдавал, а мне ставили двойки. Хотя до этого все пятерки были, что я спецшколу закончил. И, в конце концов, меня выгнали из института. Родители ничего не знали. Я в первый раз, вот тогда я сказал отцу это. Он пошел к ректору. Ректор говорит, вот там, знаете, безобразие. Он говорит, что там натворил. Я говорю, я даже не знаю, где общежитие находится. Потом выяснили, что перепутали фамилии. Но они не могли признаться в том, что отметки за дисциплины, за французские, они ставят в зависимости от поведения. Ну, это же там, ну, это Советский Союз. Восстановили? Меня восстановили, но мне уже не хотелось. Меня восстановили на вечернем. И меня восстановили на вечернем, эти случайные. И вот я иду по улице, кстати, недалеко от института, там, по Остоженке. Ну, тогда он назывался метростроевский. И, ну, здесь девушка идет. Я вижу там Таня, которая училась на класс моложе меня. В школе. Привет, привет, ты что делаешь? Я говорю, а ты что делаешь? Она говорит, а я вот здесь вот работаю на Садовом холице, там, в издательстве Прогресс. Она говорит, а не хочешь прийти к нам? Он говорит, да. Я говорю, вот я восстанавливаюсь на вечернюю, где-то работу искать какую-то. Она говорит, а приходи с нами. Она говорит, нам нужны, вы знаете, что такое подчитчик. Подчитчик? Подчитчик? Нет, расскажите, пожалуйста. Подчитчик – это человек, вот, тогда же мерзка была типографская, значит, и присылали оттиски. И вот корректор сидит и корректирует, да, а подчитчик читает его оригинал, понятно, да? Слух? Слух. То есть, а-а-а, а корректор на слух воспринимает? А корректор на слух слышит, что, как это должно быть и корректирует это дело. Я говорю, ну, я хорошо, я приду. Я пришел, вот, стал работать подчитчиком. Там какие-то смешные деньги даже начал получать, что-то 40 рублей в месяц, по-моему. Вот, потом хорошо себя проявил, меня перевели в корректоры. Из корректоров помощники редактора, по-моему, это называлось, потом редактором. А потом вот эта французская редакция издательства «Прогресс», как и английская, как и немецкая, там язык, это издательство, которое издавало книжки на иностранных языках, советские книги, переведенные на иностранный язык. Я еще попал в группу классиков марксизма-ленинизма. Я на французском языке прочитал всего Ленина. А ваш сын же зовут Алексей. 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 А вы не говорили, Леш, ну вот, кем ты хочешь стать? Нет, ну, спрашивал время от времени. Он же, по-моему, на Муз-ТВ работал, да? Он ушел с Муз-ТВ, добровольно. Ну, какое-то время он работал. Он работал на Муз-ТВ. Тоже без моего всякого участия его нашли на улице. Ребята пригласили. Он стал ведущим. У него был очень хороший разговор с руководством Муз-ТВ. Они его спрашивают, ты под своей фамилией будешь? Он говорит, нет, говорит. Как он сказал? Он говорит, у меня, говорит, дедушка был известный журналист, папа журналист. Я не хочу их дискредитировать, сказал Леша. И взял себе псевдоним Алекс Ди. Вот. А потом он вдруг мне говорит, говорит, я ухожу. Я говорю, почему? Он говорит, я не выношу. Он совершенно, ну, это черта характера. Он говорит, я не выношу, меня начали узнавать. Он говорит, я это не выношу. Многие... И даже, по-моему, я могу ошибиться, но в каких-то широких штанах. Да? Ну, я знаю. Ну, просто... А он вел, я скажу, почему, потому что это была первая программа... Алекс Ди, я его помню. Да. Это была первая программа, посвященная хип-хопу. Ну, у меня что-то там отложилось. Он тогда увлекался этим делом, да. А сейчас? Он, они там с друзьями, они создали, такой, очень современный... Половину, не понимая, да половину, 90% не понимая того, что они делают. Они делают... У них такая компания, какие-то пиар-акции, ивент, ивент-компания. Ивент, так называется. Да. Вот. Очень... Они там что-то в интернете там что-то делают, придумывают. Очень успешно. Но я не понимаю, что они делают. Это другая журналистика. Это не журналистика вообще. Это крутой, да, очень доходный бизнес. Интересное дело, да. Называется стереотактик. У них их компания. Вот, да, вроде все благополучно. Так что он как-то прошел без меня свое становление. А я прошел без отца тоже. Это безотцовщина у нас получил. Ну, что еще вы хотите? Можно руку вашу? Вот если вам на ладонь положат таблетку бессмертия, а что вы с ней сделаете? Ох, долго буду думать. Здесь просто... Слушайте, это неразрешимый вопрос. Потому что умирать не хочется, прямо скажу. Но когда ты представляешь себе вечную жизнь, это тоже непонятно. Как это? Можно поделить, там, собрать всех, раздать по кусочкам. Как? Нет, ну я бы с удовольствием отдал вам и решай сам, сказал бы. Пожалуйста. Так бы я мог поступить. Нет, поделить я имею в виду, там, собрать семью, например. Ну я понимаю. Разрезать ножичком, раздать каждому по кусочкам. И всем жить вечно. Ну, может быть, 500 лет, может быть, тысячу. Нет, подождите. Нет, нет, нет. Вечная жизнь, это вечная жизнь. Это без границы. Если с границы, это другой вопрос. Ну, вероятно, если целую таблетку съешь, будешь жить вечно. А если поделишься с кем-то, то эта вечность делится пополам. А вечность пополам, это как, сколько получается у нас в арифметике? Не знаю. Какое лучшее место на земле для того, чтобы жить спокойно, курить трубку, ходить за рыбой? Она все время меняется. Я пол жизни, даже больше половины жизни, я не выносил, например, дачи. Я такой чисто городской был человек. Сейчас мне хочется жить на даче, загородном. В Москве? Не обязательно. Я вот сейчас как раз пытаюсь что-то приобрести себе под Петербург. Там же комары, там же сыро. Там нет солнца почти. Ну, не надо уж так прямо. Там вода хорошая. Там зато, знаете, какие сосновые леса. Ну, хорошо. Если не забыли про Петербург. Вы имеете в виду какой город? Ну, какое место, какая страна, какое море, если это интересно. Море Средиземное. Страна, 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 чтобы жить. Я очень прагматично к этому, практично подхожу. То есть от стоимости билетов? Стоимости билетов? Нет, 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 от того, где мне будет комфортно жить с языковой точки зрения. Вот, с точки зрения языка, для меня, например, самое комфортное место – это Латвия. Хотя и второе есть место, поскольку я говорю по-чешски все-таки, я очень люблю Прагу, я очень люблю Париж, но я бы не хотел, наверное, жить в Париже. Приезжать туда – да. Париж очень изменился, Париж стал хуже. Я прочитал сегодня в телеге, что на емкий пур, который был, заложили какую-то бомбу в синагогу в Германии. И поймали террориста, сообщили об этом иностранные спецслужбы немцам, и что должен был быть теракт, они его предотвратили. Ну, это же, это дичь вообще, это в современном обществе. Слушайте, ну, мир вообще дичает, по-моему, такое впечатление. Ну, слушайте, ну, а чего вас удивляет, я не могу понять? Удивляет то, что этого можно было избежать. Можно было? Конечно. Ну, как, подождите. Политика Меркель – это сириец, беженец, там, который нелегален. Ой, слушайте, ну, не было бы Сирии, не было бы беженца из Сирии, был бы беженец откуда-то из другой. Ну, что это? Самое главное, что… Беженцы, сейчас еще пойдут беженцы вам из Афганистана. Обязательно. Ну, слушайте, и проблемы не только в них, я вас уверяю. Не только, конечно. И на местах возникают, вырастают. Слушайте, вы же говорите, что это в Германии произошло. А вас не удивляет вообще, что в цивилизованной Германии вырос нацизм? И неонацизм удивляет. Не в Сирии. И такой же был только немец, предшественник. Да, не в Сирии, не в Афганистане, а здесь рядом с вами. А вас не удивляет, что рядом с вами здесь, в Москве, в России, ходят там фашисты, я не знаю кто там. Что вас удивил сирийский беженец, который там что-то подложил? В Воронеже недавно, кого он хотел взорвать, непонятно, форму надел, какие-то гранаты у него нашли. С кем-то он поругался. Слушайте, ну это современный мир, ничего вы хотите. Виталий Нович, а вы помните момент, вот было у вас, ну наверняка сто процентов, когда вы так раз поперло, вот оно, вот, вот, все, вот оно. И как бы вот прям все стало шоколадное и великолепно. Слушайте, ну это день на день не приходится, бывает сегодня так, а завтра не так. Мне довольно часто такое бывает, какое-то удовольствие, радость, какой-то день удачный. Или поперло. Нет, в работе, в работе, может быть раз, и вам сказали, что ты едешь в Чехию, например, там в 70-е годы. Нет, ну конечно радость. Или там во Францию в начале 90-х, когда здесь был ужас и разруха, и вообще, ну вот, вот было прям в голове. Раз, и... Ну, вы назвали, было и тогда, и тогда, я не могу между собой сравнивать, когда с людей. Когда мне сказали, что я еду в Чехию, мне понравилось, я был очень доволен, когда мне сказали, что я еду во Францию. Хотя там были большие трудности, ты езжай, только денег нет. А вы считаете себя балованием, судя по этому? Да? Да. Я сказал, что я везунчик. Об этом нельзя говорить вообще, потому что, как только об этом сказал, везение заканчивается. А надо знать, что сказать? Два слова. Блинейдер, бли... Айнара. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...